Здравствуйте, уважаемые подписчики. Давно мы не были по этому адресу, улица Промышленная, напомню. Здесь был образован склад, свалка отходов, пыли, газоочистки, отработки. Все это валялось еще при бывшем заводе «Северсталь». Тогда очень много материалов в СМИ писали об этом. Занимался вывозом якобы и утилизацией компания «Чистый мир». Все ушли в суды, территория муниципальная. Теперь было предписание штрафа на этот «Чистый мир». Но фирма, понятно, то ли существует, то ли не существует. В каких-то спорах находится с администрацией. Но давайте посмотрим, что сейчас и какова ситуация с этой пылью газоочистки. Может быть вывезли, может быть утилизировали или нет. Ну вот вы на месте, это злополучный адрес, промышленная, 14, корпус 9. Давайте зайдем в ангар, как называемый. Ну сами видите, ничего здесь от ангара не осталось, крыша разрушена, стены тоже. Ранее было здесь хоть какое-то подобие пройти вот здесь, стесняясь своих белых кроссовочков. Ранее, несколько лет назад, мы тут уже путешествовали, взлетали даже квадрокоптером. Здесь во всем вот были евробеги. Вот это все, почему я иду, это все, это пыль, вот это газоочистки. То есть вредная, видите, даже вода какого цвета. Тем не менее, вот эти разорванные все евробеги стоят, заваленные по всем углам. Здесь вот какая-то попытка убраться или наоборот просто сделать отвал. В июле этого года Роспотребнадзор, был там судебное заседание. Соответчиком якобы выступала администрация, потому что вот это помещение, оно принадлежит и территории администрации Балаковского муниципального района. У Чистого мира это помещение было в аренде. Присходило это все при Сан Саныче Соловьеву. Мы не раз поднимали этот вопрос, приезжали к его заместителю, Палу Борисовичу Горячухину, пытались добиться объяснений, почему так происходит. Вот. И сюда свозилось, свозилось и свозилось. Видите, какие объемы. Вот это все тонно, да, каждый евробег это тонно. Вот. Сколько здесь разорванных. Вся эта пыль с водой вниз стекает. Туда дальше уже пройти невозможно, потому что все это доверху просто набито. Был суд в июле этого года. Значит, и Роспотребнадзор по итогам этого заседания просто в одностороннем порядке отказался от претензий к компании Чистый мир, без объяснения причин. И вся ответственность легла сейчас на администрацию Балаковского муниципального района. Представляете? А сумма иска была, что они загрязнили якобы всего лишь тут на миллион семьсот. Представляете, какой ущерб они говорят? На миллион семьсот. Они тут десятками миллионов вывезли вот эту пыль газоочистки. То есть заработали там денег, а предъявляют миллион семьсот. Туда я дальше в ангар пройти не могу. Я сейчас попробую с обратной стороны зайти, потому что однажды мы взлетали квадрокоптером вот сзади самого этого ангара. И там тоже был завал этих евробегов. То есть они просто лежали под открытым небом. Вот этот ангар с другой части, с левой стороны. Здесь теперь там построили, видимо, асфальтовый завод. Там забора ранее не было. То есть вот весь этот ангар, представляете, вот с этого угла и туда в ту сторону. Это все забито вот этими евробегами. И сзади еще там валялись. Сейчас попробуем туда пройти. А вот это вид с правой стороны. Как я вам говорил, весь этот ангар забит вот этими евробегами. Видите, до конца просто всклянь. Как этот вопрос собираются решать? Почему администрация отказалась от дальнейшей работы судов с этим чистым миром? Ну, поговаривать, что это чистый мир, это за ним стояли силовики. Это неподтвержденная информация, поэтому как бы уточнять я не буду. Вот так это все выглядит. Сотни тонн, тысячи, наверное, даже. А вот, господа, вторые декорации для съемок фильма. Сталкер Тарковского. Здесь как раз зона отчуждения. А сзади меня видит зелененькое и желтенькое. Знаете, что это? Это серо. Здесь я где-то видел сочный кусочек. Сейчас вам покажу. Знакомьтесь, господа. Это вот залежи серого. Такие комья здесь. Откуда? Зачем? Непонятно, но еще одна экологическая катастрофа. Ну, вернее, как непонятно. Стоит же провести аналитику по варианту, когда, помните, сжигали отходы резинотехнического производства и тогда собирали собрание в партии Единой России там, по чистой стороне, по проекту. Собирали всех резинчиков и выясняли. Ну, потому что отход-то он имеет как бы признаки всех. Кто штампует, кто из него что делает. Ну, кто у нас производит, у кого отход серый. Все понятно. О, какой запах здесь жесткий. Прям сгоревшими спичечными коробками пахнет. Сейчас покажу вам. И вот, если эту свалочку еще пытались как-то культивировать, видимо, но все равно все это вот с водой, видите, зелененько и все. Красиво, как такие вот заброшенные железные дороги. Отлично все. Я вам сейчас покажу новую свалочку. А вот эти, видите, ярко-желтые разводы на земле. Это не аномалии никакие. Не инопланетные вмешательства. Это как раз-таки свежие завалы серые. Вот они тянутся. То есть, если насчет той свалки, которая только что предварительно. А вот она рядом. Было предписание, ее, видимо, рекультивировали, убрали. Здесь, по-моему, было на 65 миллионов признано загрязнение, причинение ущерба экологической среде. Вот он лежит. Все камушки серые, желтые. Прямо в земле. Сколько ее под этой глиной здесь хоронится, неизвестно вообще. В общем, ее очень много здесь. Ее постоянно досыпают. Откуда-то она с какого-то отхода идет. Ну, а для этого должен экономический отдел администрации. Кто у нас производит и у кого есть побочные продукты серы. Я думаю, что таких предприятий не так много. Поэтому заниматься вопросами этими надо. А вот, господа, если вы думаете, что это пики Джималумы, то вы ошибаетесь. Это тоже отход. Красиво досмотрится, как гора. Здесь можно какие-то снимать мини-фильмы с использованием лего и дружку. Ну, так это отход. Пока мы ехали сюда, на территорию грузовона, столько завала, мусора обычного, строительного, всяких автосервисов и прочее. Но это уже, блин, глаза закрываем. Даже уже не смешно. У нас просто экологическая катастрофа в городе Балако. Это пыль газочистки. Это серы, которые все время здесь появляются. Такое ощущение, что просто у нас какое-то пятно, куда все сбрасывают, все отходы. Такое, а куда? Балакова. Нехорошо, товарищи.